Тварью. Смех. Мать очень её боялась. Долорес. Значит, она перебирала вещи. Молли, да. Ей нравилось жанровать столовыми приборами, потому что они сверкали. Смех. Это вызывало не слабый шум, но это пугало её мать, поэтому мать запирала её. Долорес. Значит, она клала её в печь. Молли. Она иногда запирала дверь печи. Долорес. У неё были странные воспоминания о пребывании в чулане или в чём-то подобном. Нельзя ли рассказать ей что-нибудь об этом? Пауза. Что ты думаешь? Она может об этом узнать? Молли теперь серьёзно. Ей лучше знать, что это правда, а не плод воображения. Ей действительно важно узнать это. Когда она была несколько старше, её запирали в чулане. Пытались забыть о ней, потому что она всех очень пугала. Но она винит себя, потому что ей всегда говорили, что то была её вина. Если бы она хорошо вела себя, то не оказалась бы там. Долорес. А что она делала? Молли. Ей нравилось передвигать те сверкающие столовые приборы. Нравилось зажигать огни в темноте. Нравилось также вызывать звуки пения, когда она не должна была говорить. Она пугала людей. Они считали её странной, и поэтому она винит себя. Но это не её вина. Она использовала то, что она помнила, и что она умеет. Но она оказалась не в то время и не в том месте. Долорес. Да, она думала, что это естественно. Молли. И когда она подросла, она делала вещи, которые были неручными. Опять же. От неё отравились, её отталкивали или наказывали, пока она просто не прекратила делать это. Долорес. Это был единственный способ выжить. Молли. Да, она описывает это как перекрытие крана. Долорес. Значит, когда она выросла и перестала помещаться в печку, наверное, её стали запирать в чулане. Ты это имеешь в виду? Да. Это жестоко. Но, думаю, они очень её боялись. Молли. Когда они запирали её в темноте, можно было просто оставить её там, в событиях. Иначе им приходилось иметь дело с летающими покойками и всем домом предметами её пениями. Долорес. И чтобы просто выжить, она, наконец, перекрыла кран и перестала это делать. И тогда они позволили её жить с ними в доме. Молли. Молли. Если она не любила себя плохо, она могла быть частью семьи. Долорес. Как ты думаешь, если всё это подавлялось, будет ли она бояться теперь вернуть эти способности? Молли. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Чёрное море настолько чисто, и как человек может на неё повлиять. Откуда сероводорога? Это всё очень трудно. Потому что Чёрную морю, вот в том виде, в котором мы его сейчас видим, всего 7-8 тысяч лет. Это, в общем, геологически это даже не миг, это короче. Была огромная чаша, которая заполнялась водой. У этой воды было два источника. Первый источник — это вода из 37-го года, из Бостона. Очень солёная, очень тяжёлая. Первый источник — это солёная вода, 36 промилей. А с другой стороны были реки, которые давали сток очень значительный. Это Дунай, прежде всего, это Дон, это Днепр. И масса мелких рек, которые в Чёрном море давали пресную воду. И вот, значит, так как в стакане вы можете взять воду плотную, скажем, с большим количеством сахара, и потихонечку налить туда воду без сахара, и вы увидите. И вот, как многие коктейли готовят. Вот Чёрное море — это такой вот природой, приготовленный в огромной чаше коктейль. Вверху которого лежит вода, разбавленная стоком, а внизу лежит полноценная солёная вода. И вот, кстати сказать, из-за этого оно не перемешивается. Разница в плотности настолько велика, что ни один ветер, ни одна зима, которая выхолаживает поверхность, и, собственно, может создать силу для того, чтобы вертикальный обмен в Чёрном море произошёл, этого сделать не может. Поэтому вся органика, которая продуцируется в верхнем слое, и сносится реками туда, её огромное количество, она оседает в эту вот яму, в эту бочку. И, как во всех бочках и ямах невентилируемых, мы это хорошо знаем под дачным участком, образуется сероводород. К счастью, верхняя граница его довольно стабильна, она чуть флуктуирует в зависимости от каких-то климатических обстоятельств, в частности, от того же холода. Но верхняя, вот полутора-двухсот метровая, толща, она очень живая, очень продуктивная, очень интересная. Так, получается, что вот 150 метров, а дальше уже ничего не живёт, и никто не живёт. Абсолютно. Кроме бактерий. Потому что эти замечательные организмы будут везде. То есть никаких глубоководных скатов, не знаю. Нету ничего. А как-то можно это использовать на благо человечества? Ну, были разные мысли. Из этого сероводорода собирались делать серную кислоту. Из этого сероводорода собирались извлекать и сжигать его, использовать в качестве энергетического такого ресурса. Но всё это очень затратно. С другой стороны, рождает масса попутных проблем экологических, решения которых я бы оценил как более трудное и менее эффективное, чем, собственно, получение энергии или серной кислоты. Это мы можем и в другом месте, и гораздо более дёшево, и без таких вот опасений экологических получить. Интересно. Что-нибудь делается ради того, чтобы Чёрное море очистить, сделать другим? Делается, конечно. И вот, понимаете, в Геленджике ещё недавно, в городе Геленджик, там до 5 миллионов приезжих бывают в Геленджикском районе летом. Представляете себе? Я представляю, я был в Геленджике как раз летом. И он практически не имеет достаточно современных, даже, я бы сказал, не только современных, а даже архаичных очистных сооружений. Поэтому всё, что поступает в коллекционную систему, заключается в трубу или в две, и эти трубы идут по мелководье прибрежного и выливаются на расстоянии, там, скажем, 2-3 километров, около дна разгружается. Так что это тоже не очень хорошо. Давайте продолжим после небольшой паузы. Михаил Владимирович Флинт у нас в гостях, биоокеанолог, доктор биологических наук. Говорим о Чёрном море. Добрый вечер. В Ахазахараде Павел Хартаев, нашим господином Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Говорим о Чёрном море. Восфор всегда был? Интересно, люди заходили из Синезионного моря? Да. Мы же с вами касались истории заполнения чаши Чёрного моря водой. Восфор был таким рукавом, по которому Средиземная вода туда поступала. Люди заходили всегда, причём один из поводов захода в Чёрное море был рыбный промысел. И ведь вот то, что сейчас в Чёрном море выглядит очень, с точки зрения вот экологического своего облика, очень убого, это знаменитый Каркиницкий залив. Это меляк, заполненный водорослями полугниющими, медузами. И, в общем, если не считать, что по берегам этого Каркиницкого залива один из самых лучших воздухов и климатов для того, чтобы поправить состояние лёгочной системы, особенно у детей. Но это не само море, а там существуют такие очень низкие берега, и солёная вода проникает в эти берега, и потом под действием солнца испаряется, и люди, которые живут в этих вот, ну, приморских, но пустынных условиях, они дышат этим воздухом, и это совершенно потрясающе. Эти курорты были известны ещё со времён, когда появились первые лёгочные заболевания, и многие петербуржцы ездили туда лечиться. Но, возвращаясь к вашему вопросу, это был один из самых продуктивных районов Чёрного моря. Там ловили осетров, там ловили гигантских сазанов, и греки приезжали туда, и, собственно, село Портовое, которое вы сейчас можете увидеть на карте, такой небольшой посёлок или маленький городок, оно было основано греками. И причина создания там этого порта – это был рыбный промысел и вывоз рыбной продукции. То есть, получается, что в Чёрном море с рыбным промыслом было лучше, чем в Средиземном? Да, безусловно, так. А почему так получается? Ну, потому что Средиземное море вообще не очень продуктивное. Это море такое тропическое, таким бассейном мы называем по-научному олиготрофное, то есть малотрофное, малопищевое. И, в общем, там большая продукция не сам есть, довольно хорошая морская рыбалка, но она несоизмерима по возможности добычи с тем, что было в древнем Чёрном море. Сейчас, конечно, картина совершенно иная, потому что самые продуктивные районы Чёрного моря, они разрушились. Вот Каркинийский залив погиб благодаря тому, что туда многие годы сливались воды с рисовых чеков. Помните, Краснодарский рис, который безуспешно пытались сделать лучшим рисом в мире, и освоение вот этих мест под, в общем, такое сельское хозяйство нетрадиционное, особенно для этого места под рисовые чеки, оно привело к тому, что Каркинийский залив погиб. Потом в Чёрном море вот все популяции рыбные, доступные к промыслу, они были именно доступны. Их было достаточно легко уничтожить, бесконтрольно, что, собственно, и произошло. Потому что великая концентрация рыбы была в том же самом Каркинийском заливе, где её можно было брать вот столько, сколько захочешь. А где находится этот залив? Этот залив находится, если вы посмотрите на Крымский полуостров, он находится, значит, к западу от Крымского полуострова будет лежать огромная мелководная область, она так и называет, северо-западная часть Чёрного моря, где, собственно, на вершине расположена Одесса. Так вот, восточнее Одессы, восточнее этого мелководия, лежит самая мелководная часть этого мелководия, Каркинийский залив. И там ничего нет уже, да? Там уже практически ничего нет, кроме этот кусок заповедника замечательного. Крымский заповедник, совершенно потрясающее место. И у него есть морская часть, вот там лежит морская часть этого заповедника. Там ездятся и останавливаются лебеди. И вообще, ну, то, что хорошо для птиц, как мы знаем, далеко не всегда хорошо для человека. А Древнее Чёрное море тоже было наполнено сероводородом, если погрузиться за 150 метров? Вы знаете, этот процесс начался постепенно. Вот если мы посмотрим в геологическую историю, то после заполнения Чёрного моря водой разной плотности сформировалась эта двухслойная структура. И потом, по мере того, как там накапливалась органика, высота этого сероводородного слоя росла. И сейчас она доросла до такого уровня, но это случилось не сейчас, а несколько веков назад, до такого уровня, что, собственно говоря, перемешивание затрагивает верхушку этого сероводорода. То есть, природные процессы закачивают туда кислород. Кислород, естественно, сжирает сероводород, съедает, окисляет его. Вот баланс между тем, что посылает туда природные процессы, и что даёт сероводородная зона в части формирования сероводорода. Но благодаря этому балансу граница между, мы её называем аэробной, то есть насыщенной кислородом, и анаэробной, бескислородной зоной, он лежит вот в той самой области, о которой мы с вами говорим, между 150-ю и двумя планами. А на ныряльщиков как действует сероводород? Они не доныривают до тут, там нету надобности никакой. И туда-то спускались только сумасшедшие учёные, потому что мы как раз хотели понять, как этот сероводород сформировался, вообще что он значит. В батискафах. Именно так. И очень интересно, ведь как раньше определяли границы сероводорода? Брали верёвку, к верёвке подвязывали гвоздики, свежие, блестящие, и верёвочку окунали в воду. Держали некоторое, потом доставали. И там, где гвоздик чёрный, значит, верхняя граница сероводорода. Потому что мгновенно металл становится чёрным. Особенно такой же, то, что мы называем, железом, тыром. И вот когда подводный аппарат работает в сероводородной зоне, у него много частей из ржавеющего, окисляющегося металла, и вот когда он оттуда выходит, мы видим, что все держатели, они все становятся чёрными. И вернуть никак нельзя, да, крылья начальник? Ну, можно, конечно, их можно почистить. Пастой Гоя. Или пастой Гоя, или какой-то химии современной. Но факт, что это очень хорошая маркировка верхней границы сероводорода. То есть, если туда ныряльчик, или какой-нибудь дайвер, или в акваланге, или голенький попадёт, ничего с ним не будет? Или он тоже почернеет? Нет, он не почернеет, но вы должны помнить, что сероводород – это яд, который блокирует многие ферментативные процессы у человека. И даже когда вы просто вдыхаете... Вы знаете, сколько человек чувствует сероводорода? Вот вы чувствуете... Слушай, это один из тех газов, которые человек... Он чувствует примерно в такой же концентрации, как аналитический стиль. Вот там 0,01 микрограмма, и вы это чувствуете прекрасно. Когда вы около воды вот так рукой сделаете какие-нибудь, подышите, вы это почувствуете. Это вот тухлые яйца, да? Да, 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 совершенно верно. Это тухлые яйца. Вот, так что... Это... Он же проникает через слизистую. Он проникает через дыхательные пути. Поэтому... Потом там не очень сложно. И если экспериментировать с черноборским сероводородом, то... Понятно. Давайте послушаем новости и вернемся к нашему разговору. Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Про Черное море нам сегодня рассказано. Добрый вечер. Вактанг Махарадзе, Павел Картаев и Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Сегодня мы говорим о Черном море. И вот Павлик затронул тему о том, что вот жалуется мамаша о том, что может быть опасно на Черном море. Давайте, может, поподробнее об этом поговорим. Море, солнце, пляж, приезжаешь, вроде ничего не предвещает. Какие опасности таит Черное море? Черное море, как и всякий бассейн, на побережье которого живет немыслимое количество людей. А в курортных сезонах становится на порядок больше. Больше немыслимее. Больше, чем немыслимее, да. И всякие стоки туда поступают. И да, существует... И в Черном море это проблема, я бы сказал, что двояк. Сгрязнение воды, от которого естественным образом Черное море избавляется. Потому что в Черном море обычно летом достаточно хорошо промывается прибрежная зона. Так организовано течение морских, что вот из прибрежной зоны все это уходит. И несмотря на то, что я уже упоминал, что некоторые районы, огромные санаторные комплексы просто не имеют очистных сооружений. И вливают все в море, что в общем безобразно, но стараются это делать как можно дальше от берега. Хотя море перемешивается, и это, знаете... Так сказать, еще вопрос. Где это всплывет? Но существует еще одна проблема, о которой многие не знают. Она состоит в том, что интенсивное хозяйство, которое идет на берегу Черного моря, связанное с применением удобрений, пестицидов, эксплуатации транспорта, оно приводит к тому, что в воздухе и в мельчайшей пыли очень высокая концентрация самых вредоносных веществ. Прежде всего тяжелых металлов, которые, в общем, являются достаточно такими патогенными для человеческого организма. И эта вся мельчайшая, невидимая глазом пыль, она переносится в море при определенных ветрах довольно часто и оседает на поверхности моря. А вот поверхностная пленка любого бассейна, и море в особенности, она обладает способностью концентрировать вот эти примеси, и прежде всего тяжелые металлы, вот в тончайшем слое, который исчисляется низкими микронами. И концентрация там достигает фантастических величин. Вот на порядке, это не фигура речи, а это величина, на порядке больше, чем в воздухе. Дальше происходит что? Начинает дуть ветер с моря, который мы все так любим, потому что он несет прохладу. Часто он несет волны, правда, но иногда он несет прохладу. И мы выходим на берег моря, наслаждаться этим ветром, а ветер этот из поверхности моря выдувает мельчайшие невидимые глазу капли. И эти капли прощаются, опять же, невидимый пар, которым человек дышит. И вот все эти великие концентрации тяжелых металлов, в частности, они в этом паре концентрируются. И вот мы измеряли концентрацию тяжелых металлов на уровне дыхательных путей человека на побережье Черного моря. Вот при определенной ситуации, которая я хочу подчеркнуть, это связано с ветрами, дующими с моря, это обычно их там называют южные ветра, она на порядке величин выше, чем в час пик на улице Гольфа. Так что вот все представления о том, что мы пришли туда, подышали воздухом, и нам стало хорошо, и мы проветрили свои легкие, они, конечно, справедливы, но далеко не всегда. А что же делать? Как опознать эту опасную потенциальную марку? Я настоятельно советую воздержаться от таких вот массового, долгого пребывания на берегу моря, особенно детишек, в период, когда дует ветер. Особенно вот в конце летнего сезона, когда очень люди любят отдыхать, вот концентрация трудоносных веществ в поверхности моря может быть очень высока. А потом представьте себе, как человек купается. Он ныряет в воду, то есть входит в воду, он нырнул первый раз, потом он выныривает и плывет. И что происходит? Вот эта вот пленка, поверхность, она попадает то ему в глаза, то в рот, то в нос, потом опять в глаза, потому что голова его видит и соприкасается как раз вот с этой вот пленкой. Поэтому самое лучшее время, самое чистое время для купания и для отдыха, это время, когда ветер дует с земли. И несмотря на то, что, как правило, этому ветру сопутствует небольшое охлаждение воды, чуть более низкие температуры, я очень советую его использовать и для купания, и для отдыха, потому что море вам явится своей наиболее чистой стороны. В какое время суток лучше купаться? Это связано с ветром, а не с временем суток. Безветренная погода или когда ветер дует суши, это самое лучшее время, вне зависимости от времени дня. А ночью выходят гады там на мелководье? Есть опасность? Нет никаких гадов в Черном море, к сожалению. Нету? Нету. То есть можно ночью купаться? Ну, я зато помню, я в Черном море ловил крабов и ловил ставриду. Ого. Да. Вот, была рыбалка. А крабы откуда? Тоже на дальневосточных кораблях пришли? Не знаю. Нет, крабы там, собственно, их несколько видов, они небольшие, они, собственно, черноморские. Ставриду там ловят до сих пор, и это очень важный промысел. Хотя, если вот мы с вами посмотрим на цифры, там, скажем, ставриды промышляют во всем Черном море, ну, в лучшие годы 350 тонн, казалось бы, да, по сравнению с тем, что мы имеем в океане, это чепуха. Но всегда надо помнить, что местный промысел, он играет огромную роль для местного населения и в случае Черного моря для туристов. Потому что это жареная ставриды, весь болгарский курортный берег пропах жареной ставридой, и это замечательная рыба, вот все ее с удовольствием едят, рыбаки ее привозят свежую, к ним выходят такие болгарские женщины, такие домохозяйки, их покупают, все это такое действие. Потом все это жарится на улице, продается, это очень здорово, абсолютно безопасно, потому что ставриды очень здоровая рыба. Там ловят более крупную рыбу, кефаль, но сейчас более редко. Но мы помним даже про Шеланды полную кефаль. Да, да, но сейчас, к сожалению, да, кефаль это в основном западная часть моря, хотя и у нашего берега есть эта рыба. Телё, сельча там есть, который тоже, у него есть осенний ход, ее ловят именно на такие снасти, которые вы вспоминали, длинная леска и много крючков. Да, я просто сказал вам в детстве, что мы с отцом рыбачили с волнореза, ты выходишь в высоко, он далеко в море, и вот длинная-длинная у тебя леска, и на этой леске очень много-много маленьких крючков, ну, кто-то блеста. И на конце у тебя грузило, это направляется довольно на большую глубину, это там, не знаю, сколько метров. И потом потихоньку начинаешь подтягивать, и просто вытягиваешь. И рыбки, они как-то сами насаживаются на эти крючки. А я всё никак не могу, значит, успокоиться и думаю про лёгочников. Вот вы говорите, что да, лёгочники отдыхают на Черном море, и тут же говорите, что вот такое-то дали. Вы знаете, в Черном море существуют разные районы, и вот район, о котором мы с вами в этом смысле говорили, это район Каркиницкого залива, это северо-западная часть Черного моря, это удивительные совершенно курорты. И не потому, что там хорошее море. Море там последние, я, несколько десятилетий, оно ужасное, у него иногда просто нельзя войти, оно заполнено водорослением, облажающимся, медузами в огромном количестве. Но к этому морю привыкают огромные степные районы, очень низкие, которые, если вы возьмёте лопатку и капоти, вы увидите в глубине 10 сантиметров солёную воду. Значит, и происходит такой потрясающий шинный эффект, что эти степи всасывают в себя солёную морскую воду, а потом эта вода возгоняется со всеми своими полезными свойствами, и воздух там абсолютно потрясающий. Я видел многих людей, которые страдали вот такими, ну, не очень глубокими астматическими заболеваниями, аллергическими, и после двух-трёх курортных поездок туда, посёлок Рыбачье, Гевпатория, которые все мы знаем, как один из лучших лёгочных курортов вообще в нашей стране, люди от этого избавляются, возвращаются совершенно другими людьми. Но это особая часть Черного моря. А вот наши слушатели спрашивают, а правда ли или миф и кишечная инфекция в Черном море? Вы знаете, это может быть правда тогда, когда произошёл вот такой вот неочищенный слив, и когда ветер в Черном море сыграл злую шутку и течение, и вот это вот, будем называть её такая панцелла, кусок воды, здоровый, его подгонят к берегу, это абсолютно непредсказуемо. И тогда так же, как и в любом другом косе, люди могут страдать. И чем ближе к берегу, и чем ближе к вот этим вот выпускным сооружениям, то тем больше такая вероятность. Но, в общем, в основном и в большей части случаев море делает свою работу, не расправляет от такого состояния, не будем рассматривать, что они становятся человеку без вреда. Также спрашивают, а если сероводород сдетонирует вдруг всё, шарику конец? Сероводород никогда не сдетонирует, бояться этого не надо, потому что даже в тех случаях, вы знаете, бывают такие удивительные случаи, когда ветер так долго и так мощно действует на Черноморском бассейне, что с какого-то берега, и это иногда наблюдается около нашего берега, вот это покрывало верхнее, оно начинает сдуваться. И, ну вот, если одно что-то мы потеряли, другое должно встать на его место. И вот этот механизм, он называется сгонный механизм. Сгоняется поверхностная вода, она замещается водой с больших глубин. И если этот механизм долго работает, то около берега могут оказаться воды, насыщенные сероводородом. И это происходило, вот, и на моей памяти, когда я снимал что-то, сколько звонок в институт, как мы с Ялтой, и говорят, возможно, что происходит, на пляже пахнет сероводородом. Ну, это их абсолютно безвредная, концентрации очень маленькие, просто надо в этот момент не купаться и уйти с берега. И через сутки никто бы не спрашивал. Интересно. Значит, в общем, не сдетонирует шарик. Нет, нет, попози, господи. А Черного моря точно не расколется пополам. Есть гораздо больше причин, по которым шарик у нас свой может детонировать. Чёрный море не относится к ним. Давайте сделаем небольшую паузу. У нас в гостях Михаил Владимирович Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Мы сегодня говорим о Чёрном море. Добрый вечер. Показан Френд, Балкартаев, Флинт, Биоокеанолог, доктор биологических наук. Сегодня мы о Чёрном море разговариваем. А сразу же посыпались вопросы нашим слушателям. А вот вы рассказали про вот этот залив. А где ещё хорошо, да? В Анапе, в Англии. Где хороший отдых на Чёрном море? Все спрашивают. Ну, знаете, я биоокеанолог и специалист по отдыху. Но я должен сказать, что за исключением тех мест, где очень интенсивно сливаются отходы неочищенные. И вообще отдых на берегу Чёрного моря – это отдых очень хороший. И мы говорили с вами о том, что какую бы вообще страну мира, на берегу какого бы бассейна вы не отдыхали, будь то вообще самые удивительные и нетронутые человеком, скажем, участки Глинезии, океане, большой барьерный реку из окна, должны соблюдать некие нормы осторожности, которые связаны с природными свойствами вот тех районов океана, куда вы приехали. В большом барьерном реке можете схватиться за ядовитый коралл или тронуть ядовитую медузу, и это будет похуже, чем вдохнуть загрязнение на берегу Чёрного моря. Поэтому мы уже сказали о части той предосторожности, которую я бы рекомендовал людям соблюдать, при южном ветре стараться, и быть на побережье долго и не дышать интенсивно вот этим самым прибрежным воздухом, который может вести загрязнение. Вот. И это все, и сторониться тех районов, где есть неочищенный выброс. В общем, требовать памятку у турагента, который продает вам путевку. А если вы самостоятельный турист, то поинтересуетесь у интернета хотя бы, да, где эти очистные сроки? Абсолютно правильно. А с точки зрения, ну, не знаю, промышленности, может быть, чем для нас цены сейчас Чёрное море добывается? Там много рыбы, не знаю, что там еще, какие-то полезные ископаемые, может быть? Ну, знаете, всегда, когда мы говорим о полезных ископаемых, сразу в последние 20 лет мы говорим о нефти и газе. Чёрное море не является бассейном, в котором запасы углеводородного сырья как-то велики, но они там есть. У нас даже был в своё время спор с Украиной по разделительной линии. Там есть такое мощное образование, которое называется Волшатского. И вот по прогнозу Волшатского содержит все большие запасы углеводородного сырья. Он как раз проходит в том месте, ну, примерно для радиослушателей, где входит в Чёрное море Керченский пролив из Азовского моря. Вот, и это, пожалуй, единственный ресурс, такой по-настоящему важный. Стоят вышки на северо-западной части мелководной Чёрного моря. Ну, это уже украинское, румынское заведование. И я бы сказал, что для Чёрного моря очень важна рыбная ловля, рыбалка. Причём, будь она такая полупромышленная, будь она частная. Потому что вот мы говорим о размере вылова 300 тонн, 350 тонн в год. Ну, казалось бы, это смешно. А на самом деле для тех, кто живёт на берегу Чёрного моря, для тех, кто туда приезжает отдыхать, это очень привлекательная, замечательная, очень важная вещь. Потому что это создаёт национальный местный колорит необыкновенный. А у всех одинаковый или у всех разный всё-таки немножко колорит? Нет, разный. Даже в болгарских городах в одних случаях ставри дужарят так, в других случаях так. И самый разный запах на улице. И всё это можешь видеть, как в прекрасном, вот скажем, где-то на Кубе, как приходят сюда, выходят домохозяйки, покупают свежую ещё шевелящуюся ставрину, потом они её на улице жарят, и ты приходишь, и в тебе такой промасленный кулек эту ставрину заваривают. Это здорово! Это настоящий отдых! Это вот приобщение к такому образу жизни, который нам даёт возможность отвлечься от вот этого давления большого города. Почти деревенский. Ну и местные жители её едят. Это источник пищи достаточно серьёзный, так же, как и кефаль, который они ловят там. Несколько стран, да, пользуются Чёрным морем, а есть какие-то нейтральные воды, территории нейтральных вод? Ну, сейчас практически Чёрное море, практически перекрыто 200-мильными зонами, но там есть соглашение по Чёрному морю, которое позволяет определённым образом планировать судоходство и прочие всякие вещи. Ну вот, скажем, если сравнить современную ситуацию с той, которая была в 80-е годы, когда мы очень большую науку делали в Чёрном море, связанную с пониманием того вообще, какое у этого бассейна будущее и как прогнозировать это будущее в связи с изменением климата и действием человека на бассейн, то тогда мы совершенно свободно работали. И только для 12-мильных зонах мы просили разрешения у страны, то это было, в общем, больше формально. Сейчас это стало, в общем, значительно труднее, к сожалению. А с ситуацией, которая сложилась, с ситуацией, которая сложилась у нас с Украиной, это стало ещё более трудно. Я надеюсь, что всё это наладится, потому что, знаете, это бассейн общего пользования. Столько европейских и азиатских стран туда выходит, и мы должны знать, что там происходит в Чёрном море во благо этих же стран и жителей, и не только кто туда ездит как турист, а во благо тех, кто живёт на берегу. Это огромное количество людей. 7 тысяч лет, да, Чёрному морю? Вот в том виде, в каком виде, мы оцениваем примерно 7-8 тысяч. А сколько ещё впереди лет, интересно, в Чёрном море? Да бесконечно. Понимаете, я вам очень интересно, когда мы иногда разговариваем о климате, об этих каких-то огромных перспективах, я стою на той точке зрения, что мне интересно, что будет со мной, с моими детьми и внуками. И вот в этом смысле я могу успокоить и вас, и наших радиослушателей. На нас хватит, да. Хватит прекрасного Чёрного, но его надо ввечь. У нас в гостях оптимист Михаил Флинт. Спасибо большое. Ну вот доктор биологических наук. До свидания. До свидания. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Данных, которые позволяют установить вот эти параметры. Параметры динамики жизни населения в разных слоях, в разных регионах. И это позволяет перейти и к вопросу о макроанализе. Ну вот, скажем, недавно, несколько лет назад, наши экономические историки, работая вместе с коллегами из, скажем, Англии, реконструировали динамику валового внутреннего продукта, ВВП России, на промежутке вот с начала XX века и вплоть до Второй мировой войны. Это очень сложная задача, учитывая, что сюда входит и Первая мировая война, и революция, и гражданская война, и процессы, которые начались в 20-х годах. Это с данными нелегкая работа. Но она была проведена, и сейчас у нас есть, ну, в общем, достаточно надежные оценки, как менялся валовый продукт страны вот на протяжении этого периода. И это входит в определенное согласование с изучением статистических и первичных данных по состоянию уровня жизни в стране в разных слоях. И вот эти согласования микро- и макроуровня, эта работа ведется на основе собираемых и цифруемых данных. При этом, конечно, есть задачи, которые требуют построения моделей с многими параметрами. Я только упомяну, очень бегло, такой уже канонический пример в нашей среде. Это работа в рамках американской клеометрики. Клеометрика происходит от двух слов. Клео-муза-истории, метрио-измерять. Это вот такая количественная экономическая история, которая базируется на элементах экономической теории и методах экономики, количественных, статистических методов, моделях, которая начала развиваться в 60-х годах в Соединенных Штатах. И там были получены интересные модели, скажем, как могла развиваться экономика Соединенных Штатов без железных дорог в XIX веке. Это не просто, опять же, вопрос, что был бы, если бы. Это вопрос, который позволил оценить вклад железных дорог в экономический рост Америки. Эта же группа историков-экономистов под руководством Роберта Фогеля провела работу по моделированию процессов после гражданской войны в Соединенных Штатах в 1860-х годах. Получила тоже определенные выводы, о том, как менялось сельское хозяйство Соединенных Штатов после отмены рабовладения. Эти работы вызвали большую полемику. Было десятки, может быть, даже сотня рецензий на эти две книги, достаточно критичных. Но постепенно... А что критиковали? А какие выводы они сделали? Ну, они сделали выводы такие, что отмена рабовладения в Южных Штатах Америки, победа Севера, скажем, не привела в последующие десятилетия, полтора-два десятилетия, не привела к росту сельскохозяйственного производства в этих Штатах. Оно несколько уменьшилось. Но это сравнивать надо не с тем, каким оно было на момент начала Гражданской войны, а с тем, как развивалось бы сельское хозяйство Южных Штатов, если бы в нем продолжались тенденции до Гражданской войны. И таким образом сравнивались две динамики. Та, которая реализовалась после Гражданской войны, и та, которая была бы, если бы продолжалась бы та же ситуация с рабовладением. То есть задача была не, что было бы, если бы, а измерить тот эффект, который был получен за счет освобождения от рабовладения. Он оказался неположительным, и на это есть свои причины. А в случае с железными дорогами было показано, что они дали эффект порядка 2-3%, нескольких процентов, имея в виду, что замена железных дорог на водные пути, гужевые пути вполне могла бы заменить железные дороги, которые, возможно, лоббировались стальными магнатами Соединенных Штатов того времени. И критика была вот по этой линии, что, во-первых, история должна изучать только то, что было, а не то, что могло бы быть. Это одна была методологическая линия критики, а другая была связана с тем, как строились модели, сколько десятков разных факторов, куда были включены. Но в 93-м году произошло необычное сопротивление в жизни экономической истории, когда экономисты, которые экономический комитет Нобелевских премий в Стокгольме принял решение, что в этом году, ввиду таких крупных достижений геометрики, новой экономической истории, экономистам надо отказаться от своей премии и, так сказать, вручить ее экономическому студию. Там было 10 ученых номинированных на эту премию. Мне довелось участвовать в этом процессе, и я видел изнутри. Но, так сказать, по предварительным номинациям вперед вышел как раз Роберт Хогель, Нобелевских премий в Стокгольме, и, в первую очередь, Нобелевских премий в Стокгольме была дана заработанного экономиста в Стокгольме. И это был благородный жест экономиста, которые строители обозрели его. Вот это была оценка моделирования в Стокгольме, достойная Нобелевских пыль. Вот тут я бы хотел отметить один момент. Поправьте меня, если я что-то неправильно сформулирую. Я просто представляю себе обывательскую, скажем так, оценку того, что вы говорите, потому что историки в очередной раз переписывают историю. Нас всегда учили, например, что рабовладение неэффективно, и поэтому его отмена — это прогрессивная черта. А теперь мы приходим с новых позиций каких-то, просто оцениваем по-новому те же самые данные. Но тут же как раз проблема-то в том, что мы оцениваем это по-новому не потому, что у нас другие позиции, политические какие-то, а мы просто имеем больший набор источников, мы лучше умеем их анализировать. И, например, если говорить про Россию, предположим, для историков XIX века, какой-нибудь, если бы все были в Москве, вполне себе источник по экономической истории. А сейчас мы можем работать с непосредственными документами. Мы видим, сколько кто получал, у кого какие были площади посевные, и анализировать огромное количество информации. И мы видим, то есть скрываем вот эти заблуждения, которые были у историков, не потому что они тоже плохие, а потому что у них просто была нехватка данных. Правильно? Ну, и определенные, так сказать, концепции были достаточно жесткие. Но, возвращаясь к примеру с моделями Роберта Фогеля, я хочу сказать, что вывод был другой. Вывод был такой, что еще раз ясно, что гражданская война произошла не столько из экономических интересов, а исходя из, так сказать, общечеловеческих и биологических. То есть, северные... Северные Штаты сказали, сколько можно терпеть рабство в нашей стране в середине 19-го, второй половине 19-го века. Я немного упрощаю, но, в общем, эта работа на самом деле была расценена как доказательство, ну, так сказать, высоких общегражданских мотивов в этой войне. А то, что временно производство сельскохозяйственных продукций на юге Штатов сократилось, это на самом деле неизбежное последствие любой радикальной перестройки. Когда какой-то хозяйственный механизм резко, радикально меняется, требует... Система требует определенной адаптации к новым условиям, и, как правило, она сразу не может давать ту же эффективность, которая была, скажем, до того. Это требует времени. Ну, тут, кстати, не в том ключе, что я хочу поспорить, а просто показать, насколько сложные процессы. Но ведь, с другой стороны, тут нужно учитывать не только вот этот фактор, то, что я говорил, что эффективность рабовладельческого хозяйства на юге, это только один из факторов. Но есть же еще проблема того, что южане, например, свой хлопок продавали в Англию напрямую. И это шло в убыток экономики северных штатов. Потому что, получается, у них как бы две разные экономические системы существовали. И нужно было замкнуть это в одну. То есть, тут как бы есть еще экономические точки. Нет, ну, безусловно. Об этом много написано. Экономические системы интересы здесь были, без всякого смысла. Но вопрос о том, что такую роль играли политические, идеологические мотивы, он тоже важен. Здесь нельзя принять одну сторону. Только экономические интересы, только, так сказать, идеологические, политические. И то, и другое. Но просто вот здесь выяснилось, что первые десятилетия, по крайней мере, это было не экономически неэффективно. Я к тому, что у нас есть многофакторная, сложная ситуация, но как минимум один из этих факторов мы точно посчитали и понимаем, как там дальше все работало. и соотнося с другими, вот если провести там в других сферах, например, посчитайте, как это все повлияло на экономику, что в промышленности. Сочетая с этим, потом совместитесь. Огромное поле для работы, но это все надо общить. И минуты. Так, хорошо. Я думаю, что мы будем продолжать эти разговоры и разбирать отдельные какие-то случаи, отдельные какие-то исследования и отдельные проблемы, что немаловажно. Можете выделить, какие основные проблемы сейчас решает вот эта сфера математики, применение математики? Ну, так вот можно примерно позначить две, три, четыре проблемы. Ну, одна из них это проблема объясняющих моделей. Вот, скажем, в глиометрики есть такой регрессионный анализ и разные вариации, которые позволяют оценить, какие факторы привели к тем или иным проблемам, к тем или иным результатам. Вот это одна из важнейших заданий. Как сегодня на основе новых появляющихся цифровных данных строить причинно-следственные модели и определять те факторы, которые привели к революции, к каким-то изменениям, реформам и так далее. Грубо говоря, что важно, а что нет. Да, что важно, а что нет. Да, и еще просто перечислите оставшиеся проблемы. Да, и еще, например, важным является новое направление математических, компьютерных подходов в истории. Это 3D-моделирование. Это виртуальная реальность. Она ведь, вся эта компьютерная тематика стоит на определенной математике, на определенных математических моделей. И вот это еще одно из направлений с помощью 3D-моделирования проводить виртуальную реконструкцию утраченных ценностей культурного наследия. Например, подмосковные усадьбы, которые были замечательными комплексами, которые лежат сейчас в развале. Это совершенно другая область, которая огромная, совершенно вот эта 3D-визуализация и так далее, которая тоже, конечно, погибла. Она огромная и она связана с компьютерным моделированием. Это вот совсем другая новая область. Ну, а вот если сказать еще о задачах, которые математическом моделировании традиционном, это задачи реконструкции динамических процессов, которые... показать, да, процессы. Все, прошу прощения, нужно прерываться, тема огромная, будем об этом говорить в будущем. У нас сегодня в гостях был Леонид Иосифович Бородкин. Мы говорили о применении математики в исторических науках. До новых встреч, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 которые делали сдвиги в цивилизации, происходили на таких этапах, которые, если принять, что сознание вербально, например, то вообще не подходит. Можно даже так жестко сказать, что антивербально. Татьяна Черниговская, нейролингвист, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор филологических и идеологических наук. В первом приближении ведущая программы Елена Лихачева. Первый вопрос, наверное, все-таки давайте про сознание. Мне ужасно понравилась цитата, которую вы неоднократно приводили в своих лекциях про сознание. Про сознание и ветер. Мол, сознание — это ветер, и поэтому мы не можем его увидеть, но мы прекрасно можем различить результаты как ветра, так и сознания. Но вот у меня такое продолжение следующее, вот этой цитаты. По результатам современные ученые же все-таки могут дать некую характеристику сознанию? Вы знаете, я должна вас расстроить. Да, все время так, ничего не поделаешь. Фокус в том, что определений, конечно, можно дать много. Они все очень дешево стоят. Это тот случай, когда приходится вспоминать, ну, например, гениального Мираба Мамардашвили, который, ну, я не цитатно говорю, но идея такая. Его слов, что мы все знаем, что такое сознание в бытовом смысле, потому что, ну, каждый из нас знает вроде бы, да, вот, но мы абсолютно не знаем это в научном смысле. И это ставит очень трудные задачи перед наукой, потому что, конечно, все хотят про это узнать. Ну, вроде бы, на первый взгляд, сознание — это то, что отличает именно человека от всех других существ. И поэтому мы хотели бы знать, что это такое, что для нас особенное. Но даже это не является решенным вопросом. Потому что для того, чтобы его решить, нужно... Понимаете, здесь получается логическая петля, очень неприятная. Для того, чтобы на этот вопрос ответить, нужно сначала сказать, что это такое. То есть если мы имеем определение сознания, тогда мы можем сказать, у рыб нету, да? Но если у нас нет определения, или если очень широкое определение, типа это что-то, что является реакцией на что-то, да? В таком случае мы должны согласиться с тем, что у амёб есть сознание, потому что если ты там капнешь кислоту какую-нибудь, она будет на это реагировать и так далее. То есть это трудный вопрос. И он с очень малым продвижением вперёд, к сожалению, идёт. Хотя, если вы возьмёте и начнёте смотреть научные статьи мировые, это везде, это не то, что у нас в стране плохо с этим. У нас может быть даже ещё и лучше. Потому что у нас проработана эта философия довольно серьёзная, то есть гуманитарная часть общего знания. Но тогда, когда мы входим в другую область, так сказать, такой hard science, ну такой, в жёстких наук, то там непонятно совершенно, что с этим делать, потому что непонятно, что искать. Я вот сама уже стала по кругу ходить, но это именно, я сознательно делаю, это именно ловушка, в которую мы попали. Предположим, я иду в институт мозга человека, куда я и хожу, поскольку, да, у меня там совместные проекты с ними идут. Вот, и говорю, давайте поищем сознание. У нас такие замечательные приборы есть, на которые все фиксируют, что в мозгу происходит, скажем, позициональный магнитный резонанс, или позитронно-эмиссионная томография, или, предположим, магнитный эцефалограф, то есть лучше, чем пользуется весь мир. Ну и будем его искать, задания всякие дадим. Вот, а теперь, если я буду оппонентом того, что я сказала, то я прицеплюсь, и победа, между прочим, будет за мной, и я скажу, а вот здесь, вот то, что вы получили, это результат внимания, а это результат памяти, а это у вас ассоциативные процессы шли. Понимаете, какая неприятная эта вещь? Я всегда... Ведь я смогла бы сказать, что мы говорим именно о сознании в том случае, если бы я отвергла все эти компоненты, которые я перечислила. А их отвергнуть никак. Ну хорошо, а вот эта уникальная комбинация того, что вы перечислили, может быть, она и есть сознание, потому что все, что вы перечислили, так или иначе, присутствует и у жорных, ну, по крайней мере, высших там, да? Да, но комбинация уникальная, может быть, как раз и это и есть сознание? Вот такая есть информация. Может быть, вообще, вот вы, может, пошли бы в науку, да? Нет, ну хорошая мысль, на самом деле, но это, если без шуток, это очень трудная история. Это именно то, почему я так часто повторяю эту метафору с ветром. Как его увидеть-то, этот ветер? Понимаете, как он крыши повалил, можно увидеть. Как цунами устроил, тоже можно увидеть. Тайфун какой-нибудь пронесся, там все смел, тоже можно увидеть. А его-то сам никак не поймать. Мы только по результатам. И как результаты деятельности этого сознания. Но это первое, не хочу по кругу ходить. Здесь дело в том, что, когда начинают говорить об определениях, то есть несколько линий, по которым можно идти. Ну, например, по линии во сне или не во сне. То есть состояние сознания. Состояние не сознания, а состояние мозга. Ну, скажем, сознание – это то, когда я не сплю, и когда я не в анестезии, и когда я, скажем, не в коме. Но вот если мы возьмем сон, то уже это сомнительное дело. Потому что во сне вы много чего видите. Во сне, как скажет любой нейрофизиолог, происходят огромные, мощнейшие процессы перетасовки всего в мозгу. Вы эти сны помните. Вы в них участник. Есть сны, которые повторяются там бесконечно. То есть уже сомнительная история насчет того, что там сознания нет. Есть другой путь. Сознание под сознание, или сознание без сознания, или сознание о сознании, или сознание как способность про это сказать. То есть вербализация. Тогда вот, если последнее, то тогда мы должны сказать только люди. Потому что больше вроде бы никто не говорит. Если у человека, действительно, у единственного человека присутствует вот эта вот способность, называя, присваивать себе и конструировать себе в голове некие миры, именно с помощью языка, как конструктора, то, возможно, это как раз и есть наша единственная, может быть, отличительная особенность. Это правильно. Но тут тоже не вполне чистая история. Потому что если мы почитаем биографии крупных ученых, причем именно не художников, там, не писателей, не музыкантов, а ученых, которые занимались такой вот, ну, серьезной, там, в кавычках или без кавычек науках, то мы увидим описания в их дневниках, или в их, там, ну, интервью тогда не давали еще, ну, в общем, в их описаниях, вот, собственных мыслительных процессов, которые связаны с их творчеством. То мы там увидим вещи, которые нам, к сожалению, всю картину портят. Ну, скажем, Эйнштейн, он писал, что когда ему открывалось нечто, то это представлялось ему в виде разных пятен цветовых, каких-то форм непонятных, невербализуемых, заметим. То есть что-то такое наплывало, как-то там сочеталось, какие-то картины, пазлы, там, в кавычках говоря, съезжалось, и потом они все, как заведенные, говорят одно и то же, хотя они друг про друга ничего не знали. И потом уходили титанические усилия на то, чтобы перевести это хоть в какую-нибудь символьную форму, доступную и другим тоже. Ну, то есть музыка или математика, или язык как язык, да, то есть вербальное выражение. Пусть это будет какой-нибудь язык, пусть это будет рисунок, пусть это будет формула, пусть это будет, я не знаю, музыкальное произведение. Обличный жертвый символ. Да, 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 да. То есть большие силы уходили на то, чтобы это перевести на общедоступный язык. Я к чему так расшумелась? К тому, что из этого следует, что процессы, которые очень высокого уровня, понимаете, которые делали сдвиги в цивилизации, происходили на таких этапах, которые, если принять, что сознание вербально, например, то вообще не подходит. Получается, что это вообще мне сознание... Антивербально. Да, даже анти. Можно даже так жестко сказать, что антивербально. В случае Шеленштейна мы говорили об этом. Ведь он позже, чем другие дети, начал говорить. И не раз на своих воспоминаниях призналось, что может быть как раз то, что он не называл и не мерил вот этими вербальными формулами временные отрезки, как раз это и подвигло его на то, чтобы воспринять время несколько по-другому. Это, кстати говоря, нас подводит еще к такой вещи, как то, что нужно очень аккуратно относиться к оценке способностей и уровня развития маленьких детей. Потому что из того, что человек долго... Ну, ведь его вообще там чуть ли не в школу не брали. Но, во всяком случае, считали его что он уж совсем каким-то... Задержка развития. Если ребенок не начинает говорить в определенном возрасте, задержка развития. Ну, естественно, это любой хороший и даже плохой врач или специалист скажет, что здесь непорядок. Но Эйнштейн получился. Понимаете, если бы он получился просто там добропорядочный гражданин, это еще можно было бы куда-то деваться. Но он вышел Эйнштейном. Эйнштейном. Поэтому даже и вербальность это дело такое. Ну, все-таки тогда вот ваше субъективное мнение как одного из лучших ученых, который занимается этой темой. Все-таки вы склоняетесь к чему? Как гипотеза. Что же все-таки укладывается в определение характеристики сознания, чего нет у животных? То есть мы как вид биологический все-таки отличаемся чем? Я бы сказала... Именно на тему сознания, не на тему языка. На тему сознания я бы сказала так. Все-таки я бы воспринимала сознание как о сознании. Как то, что я знаю, я понимаю, я могу внутренне для себя или внешне для других это описать. То есть это как бы мета-сознание. То есть это способ оценки моего собственного состояния, моих собственных мыслей. Но я жизнь за это не отдам. Мне вот на данном этапе жизни мне кажется, что это может быть все-таки какая-то зацепка. В первом приближении. Ну, я хочу вам сказать, поскольку я такая скептическая дама, я бы сказала, когда мы смотрим на собаку, которая молча лежит на ковре, у нас, строго говоря, есть основания считать, что у нее сейчас не происходит серьезный мыслительный процесс. Я этот вопрос задавала психологам, хорошим психологам. Они мне говорят, нет ничего, ну, часть из них так говорит, нет ничего в поведении собаки, условно говоря, собаки, это может быть и другое животное, что намекало бы на то, что у нее есть такого высокого ранга психические процессы. Ну, скажем, собака не планирует жизнь там, я не знаю, на 5 лет или хотя бы на сегодняшний день. На что у меня есть убийственный вопрос? Откуда вы знаете? Откуда вы знаете? Вы знаете только потому, что она вам это не говорит. Больше нет никакого способа про это узнать. А то, что ее поведение такое, как бы не свидетельствующее о психических процессах высокого ранга, это меня не убеждает. Ну, например, давайте оставим в покое собаку. И я сознательно не говорю про антропоидов, потому что это отдельная песня. Расшифруйте антропоиды. Антропоиды – это высшие обезьяны, самые близкие к нам, к людям, наши ближайшие родственники, у которых заведомо очень мощный мозг и заведомо очень серьезные возможности психики. И которые вполне пользуются языком, и такие эксперименты уже проводились. Да, эксперименты есть, это известный языковой проект Соединенных Штатов. Мы говорили в предыдущих программах, можно послушать. Но тем более. Это очень интересная тема. Но я сознательно ее отодвигаю и перехожу к другим очень высокого ранга зверям. И эти звери называются дельфины. У дельфинов огромный и очень сложный мозг. Антропологи говорят, что вообще-то говоря... Ну, так, антропологи говорят, я не люблю, когда так ставится вопрос, потому что кто эти антропологи? Но я имею в виду, серьезные ученые считают, что вообще-то говоря, если бы, так сказать, немножко иначе дело повернуло, то вполне они могли, точнее говоря, их потомки, могли бы стать первым главным видом на Земле. И тогда у нас была бы водяная цивилизация, там и так далее. Но вот опять-таки, если язвить моя любовь к этому делу, я не могу себе отказать. А с чего мы взяли, что у них этого нет? Из того, что они там заводов не понастроили, там Газпрома у них там на дне нет, или так далее. У них другой... Ну, я фантазирую, естественно. Понятно. У них другой тип цивилизации. Они абсолютно счастливы. У них замечательный мозг. У них очень... Я работала немножко с дельфинами, поэтому знаю. У них очень высокого класса психика, достаточно посмотреть в глаза любому дельфину, что я советую нашим слушателям сделать, как вам всё станет понятно. Потому что это вовсе не глаза рыб, в которых ты ничего не читаешь, а это глаза собратья по разуму, в которых ты много чего читаешь, в том числе иронию, ты там можешь прочесть, юмор. Глаза о многом говорят. Вот. И у них мозг, с помощью которого они никогда не спят целиком. Вот мой коллега Супин, профессор московский, он... Это открытие, между прочим, было. Они спят одним полушарием мозга, а потом другим полушарием мозга. То есть у них ещё и посложнее, чем у нас. Ну и вот если представить себе, что они решили, или так жизнь пошла, или сознательно решили, а зачем нам, собственно, всё это надо? Ведь они счастливые короли и королевы мирового океана. Они мирные существа, прыгают, играют, просто веселятся. Что плохого в этой цивилизации, скажите? Им зачем эта самая... Газпром. Лада Калина. Зачем им это надо? Ага. Ну, хорошо, если мы всё-таки вернёмся вот к этой способности осознать сознание, да, то есть вот некая вот эта вот рефлексия. Ну, такие некие зеркальные системы, которые есть у нас практически везде, во всей нашей цивилизации, в том числе у нас в голове там, да? Ну, тогда тут сразу напрашивается вопрос по поводу вообще человечества как биологического вида, как некое зеркало для Бога, природы, и большой ряд можно тоже продолжать. Вот к этому утверждению, если так вот всерьёз, вы относитесь каким образом? Я отношусь к этому очень серьёзно. Это один из вопросов, который... Я-то думала, что чуть не я его сама себе придумала, разумеется, не я. Вот, и вот... Ну, человек как зеркало природы, и это является, на самом деле, большой загадкой для меня. Ну, вот я так поставлю вопрос. Вот зачем мы природе нужны? Единственное, что мы можем сказать, чтобы открыть законы природы. В этом есть некий абсурд, потому что планеты знают, как им крутиться. Понимаете? Атомы, кварки там. Все знают, что им делать. Таблица Менделеева работает сама по себе, совершенно независимо от нашего участия. Мы разве что испортить можем. Спираль ДНК тоже крутит, себе вертит, как хочет. Понимаете, все всё знают. То есть кому понадобилось существо, которому зачем-то нужно это не только осознать, к вопросу о корне сознания, но ещё и раскрыть законы этого. То есть вот, например, когда мне задают вопрос, я довольно часто такой вопрос слышу, как вы относитесь к банальной формулировке «наука и религия». Я совершенно не вижу никакого смущения в этот момент, потому что я считаю, что наука — это такое дело, которое пытается узнать, как создатель, по каким законам создатель всё это устроил. Если кому не нравится слово «создатель», он может его заменить на слово «природа» или там «как хочешь, заменяй». Но я не вижу никаких здесь противоречий. Но загадка-то всё равно остаётся. Вот зачем это существо, которое вообще всё портит? Бог знает, что на Земле вытворяет, и уже теперь в космос полезет вытворять, если подальше залетит. Ещё неизвестно, чем эта вообще вся песня закончится. Поэтому, конечно, это интересная штука. Вот, может быть, в этом разве что, я бы сейчас сказала, вот эта главная разница лежит. Потому что всё-таки незаметно, чтобы другие существа вот так прям сидели и законы природы открывали. Хотя, опять-таки, они не сообщают нам. В первом приближении. Далее в программе. Мозг не только подло принимает решение сам, не вас не спросят, но он ещё посылает вам утешительный сигнал, из которого следует. Сам я принял решение. То есть вы считаете, что не волнуйся, мол, сам решил. Татьяна Черниговская. Нейролингвист. Профессор Санкт-Петербургского государственного университета. Доктор филологических и биологических наук. В первом приближении. Ведущая программы. Елена Лихачёва. Давайте вот несколько вопросов пройдёмся. Таких конкретных, которые слушатели оставляли. Значит, Александр. Цитирую Татьяну Владимировну Черниговскую. Я знаю вполне серьёзных учёных, не сумасшедших и не безграмотных, которые считают, что сознание начинается с самого начала, чуть ли не с клетки. Интересно было бы узнать, чем Татьяне Владимировне так не нравится живая клетка и возможность наличия у неё сознания. Так. Нет, мне очень нравится живая клетка, и поскольку несколько моих друзей цитологи занимаются этими клетками, и я имела счастье посмотреть, как эти клетки выглядят в электронном микроскопе, мне очень, очень нравится живая клетка. Но если мы ставим вопрос о том, что там есть сознание, понимаете, тогда мы это вообще закрываем тему, что называется, потому что тогда вообще непонятно, о чём мы говорим. Ну, мы, собственно, с этого и начали. Что для того, чтобы задавать вопрос, есть ли сознание у огурца, у амёбы, у отдельной клетки, у наночастиц, у рыб или у дерева берёза, мы должны сначала сами понять, про что мы спрашиваем. Как выглядит это сознание, которое я должна увидеть огурца? Понимаете, если речь идёт о том, что это вообще любая реакция, есть такая точка зрения. Любой реагирует. Раз я реагирую, значит, тогда огурец. Потому что, если я на этот огурец там чем-нибудь полью или на сковородку, к примеру, его брошу, так он скукожится, этот огурец. То есть он реагирует. Но мы размываем историю. Я не вижу причин для того, чтобы размывать историю. Если мы под сознанием имеем психический процесс, то тогда мы должны иметь то, для чего, что порождает психику. То есть, ну, плохой, хороший, но всё-таки мозг хотя бы. Понимаете? А не просто кожу, которая, если ты об сковородку ударишься, то у тебя сгорит. То есть это про другой разговор. Да, мы сейчас можем, конечно, уйти в рефрикторную историю. А что это реакция? Может быть, это реклей или инстинкт, или, вы что сказали, ну, да, тогда мы просто совсем утонем. Мы утонем даже внутри самого этого поля. Не стоит в другие вылезать. А клетка, что ж, потрясающая вещь. Так, что такое человеческий фактор? Могут ли нас обманывать наше восприятие? Да, наше обманывать восприятие может сколько угодно. Вот смотрите, на этот вопрос нам отвечает патология психики. Если мы заглянем в область психиатрии, то мы, к большому сожалению, не только в области психиатрии, а вокруг на улицах, увидим людей, у которых искаженное восприятие под названием галлюцинации, например, или голоса, там, не дай бог. Вот, это для ученого или для уже, для психолога очень неприятная история, потому что есть, естественно, научные данные, серьезные, согласно которым, если мы будем фиксировать мозговую активность у человека во время галлюцинаций, то, ну, скажем, энцефалограмму снимать или там вызванные потенциалы или еще как-нибудь, то мы обнаружим активность в мозге в тех частях его, которые были бы активны, если бы эти голоса, которые слушает пациент, были не приведены его мозгом ошибочно, да, а произведены реальным звуком. То есть, короче говоря, мозг, патологический мозг начинает устраивать собственную деятельность, там, вопрос о том, кто кому принадлежит и чья власть. Мозг может начать ходить по кругу и устраивать ситуацию, когда в тех частях мозга, которые анализируют, скажем, акустику, ну, в данном случае речь, происходит такое, какое происходит, если звук реально попадает вам в ухо, проходит по слуховому нерву и приходит в слуховую кору. Значит, вот если мы ничего не знаем про то, пришел этот звук туда или не пришел, а видим просто картинку, на которой снято то, что происходит в мозгу, то мы скажем, да, этот человек обрабатывает акустическую информацию. А акустической информации только не было. То есть, наш мозг устраивает нам свето-представление по своему сценарию, если есть там какой-то сбой. В том-то и неприятность. И никакой связи с окружающей средой, в данном случае нет. Да, или галлюцинации, зрительные галлюцинации, когда бог знает, что там черти по столу уходят. Или вот это действительно, вот сохрани Господь нас всех от этого. Ой, да. Хорошо. В связи с этим тогда вопрос. По вашему мнению, опять-таки, ваше любительное мнение, понимая, что нет здесь однозначного ответа, но все-таки, кто принимает решение? Учитывая все, что вы сказали, да, и непонятно, где граница, непонятно, возможно ли сейчас даже с помощью технологий, и уж тем более без технологий, может ли каким-то другим способом выскочить за границу нашего сознания, там, просто за грани нашего мозга. Тем не менее, вот в рамках вот этого дискурса, кто принимает решение? Как вы считаете? Вы имеете внутри человека? Да. Сознание или не сознание? Да. Вот у меня... Интеллект или не интеллект, сознание или не сознание. Распределенный или не распределенный, кто? Я понимаю. У меня два дня назад семинар научный в Петербурге был, семинар по когнитивным исследованиям, куда разные люди приходят, кого мы зовем, и они, значит, выступают. Вот как раз, я не знала, о чем и говорить бы, как раз про сознание выступал профессор Аллахвердов, который на эту тему много книг написал. Мы все там, разумеется, проругались, как полагается. И вопрос, который я многократно ему задавала, и задавала в данном случае и ему, и аудитории, зачем сознание нужно, если вы нам рассказываете? Они рассказывают на основе экспериментальных данных. Это не привиделось мне во вторник вечером, а это экспериментальные данные. Получается, что огромную часть интеллектуальной работы, я не говорю о высокой, там низкой, но любое, принятие решений, раз вы задали, производит что-то, что вне сознания. То есть не сознание вообще. Люди как-то самонастраиваются, что-то они такое делают, что вроде бы само получилось. Я говорю, если это все так, а это серьезная лаборатория, мне нет оснований не верить, то тогда зачем сознание вообще нужно? Если все может происходить без него, зачем? Ответ я такой получаю. А сознание иногда сообщает вам о том, что уже произошло. Теперь встает вопрос о свободе воли. Значит, если наш организм или наш мозг, лучше так, наш мозг вообще все делает сам, а нам иногда подкидывает такие утешительные таблетки, мол, ты не волнуйся, сам и сделал. Это ты подумал. Да, это ты подумал, не волнуйся. На самом деле сам все прочитал как счетная машина и выдал. А иногда не выдал. Да, а иногда и большей частью не выдал. Это я хочу сказать. Вот то, что я сейчас рассказала, это абсолютно не общепринятая, разумеется, точка зрения. Потому что одни так думают, другие так думают, разные очень разношерстные сведения. Но это ничего не меняет, потому что очевидная вещь, что огромное большинство процессов наших мозговых идет без участия сознания. То есть мы практически в бессознательном состоянии находимся больше всего времени. Выходит так, я не хочу никого расстраивать особенно, потому что я представляю себе, какой шквал я в данный момент получила бы. Но тем не менее это не шуточный вопрос. И ведь это в ОМПе вы рассказывали, и мне сейчас интересно, кстати, насколько подтверждены сейчас эти данные о некой временной задержке чуть ли не там не в 15-30 секунд, которые происходят между принятием решения в мозгу и моментом, когда осознание нашего прошлое, что это произошло, происходит временной промежуток. Некоторые эксперименты показывают, что там чуть ли не в 15 секунд. Это на самом деле так? Это вообще потом подтвердилось? Это подтверждалось, да. И у этого все пытаются это трактовать как-нибудь. Но, например, говорят, что это задержка связанная с моторикой, с самим движением. Но как-то неубедительно звучат попытки это объяснить таким более человеческим, материалистическим, нормальным способом, как-то неубедительно они звучат. То есть для меня, по крайней мере, это все равно остается какой-то вещью загадочной. И меня... Хотя я не понимаю, почему меня расстраивает количество секунд. Ну вот я когда первый раз про это прочла, про все, я думаю, боже мой, ну пусть бы там это были миллисекунды, это еще ладно. Но когда речь идет о секундах, то это совсем кошмар. Но сейчас я думаю, а какая разница? Секунды, миллисекунды, какая разница? Если решение принял мозг, а потом, пока это до меня докатилось, я говорю, о, оказывается, я решила. Но там есть работы, в которых авторы пишут, что мозг не только подло принимает решение сам, не вас не спросясь, но он еще посылает вам утешительный сигнал, я повторяю, из которого следует сам я принял решение. То есть вы считаете, что не волнуйся, мол, сам решил. В первом приближении. Подождите, то есть получается, что человеческий организм это такой, некий такой стебелек, который необходим для того, чтобы вот этот самодостаточный, автономный, автономное вот это вот существо, сущность, не знаю, там машина вычислительная, да, вполне себе спокойно существовало. То есть вот как-то так, то есть мы какой-то просто биосимбиоз какой-то между нами и мозгом, мы отдельно, мозг отдельно. Хорошо вопрос ставите. Ну, биосимбиоз, в смысле био плюс био, да, потому что у нас пока там чипов не стоит, и мы к этому можем через минуту перейти, если захотите. когда это будет. Вот, но это очень неприятная постановка вопроса, и она даже, я бы сказала, да, но она даже выводит нас дальше, потому что это на тему, которая обсуждается уже много-много лет, и которая звучит по-английски как nature versus nurture, то есть гены или научение, наследственность или приобретённая. Взгляд на это меняется в зависимости от моды, ну, скажем, когда генетику там презирали, то, понятно, все говорили, что человек рождается табула раза, чистый доскотч, и он напишет, что и будет. И многие сейчас продолжают, несмотря на генетику, так считать, всё зависит от воспитания, как воспитаешь, так и будет. Но это несерьёзный разговор, потому что мы понимаем. Он просто очень скользкий. Он очень аккуратно, просто нужно, во-первых, вопрос задать. Он очень аккуратно, да, тут можно скатиться в бог знает что. Это правильно. Я потому и говорю, что это трудный вопрос. Конечно, ответ, если банальный ответ давать, то он будет действительно банально и звучать, а именно да и то, и то. Мы же не можем отрицать, что люди разные рождаются. У одного такие способности, у другого всякие. И по уровню, и по типу способности люди разные. Так что, чего тут удивляться? Но, тем не менее, всё-таки в нас очень много зашитого. То есть, hardware, то, что называется, вот это. Их жёсткие диски стоят. Они определяют, ну, генетически, они определяют форму носа, цвет глаз, что будешь любить, что ешь, что не ешь, там. Они много чего определяют. Это не значит, что нельзя повлиять на это. Любишь лук есть? Нет, будешь есть пирожные буши, всё-таки, не только один лук. То есть, понятно, что можно влиять. Но, тем не менее, степень зашитого очень большая. Вот тогда, по поводу зашитого или не зашитого, да? Ну, давайте возьмём, например, одного человека, потом перекинем Остинок на биологический вид. Вот, допустим, одного человека гениальные способности к, допустим, к игре на скрипке. Он родился с такими генами, они у него зашиты. Но он родился в бедной китайской деревушке, где про скрипку не знали ничего. Эти вопросы его гены просто не раскрыть. Они не расцели. Теперь, что касается биологического вида. Известно же, что у нас зашито, непонятно, кто зашил, когда и вообще, когда это произошло, огромное количество генов, которые вообще непонятно для чего. Мусорная ДНК, та же самая, о которой мы говорили в цикле молекулярной биологии. И до сих пор, действительно, она считала, что она мусорная. Сейчас потихонечку начинает что-то с ней как-то работать, с этими генами запасными. Запаска, так называемая. Вот это меня всегда удивляло. Запасные гены. В этом смысле, может быть, просто мозг терпеливо ждет, пока эволюция человечества все-таки дорастет. Мы эволюционно просто дорастем до того, когда эти гены могут понадобиться. И тогда мы, наконец-то, уравняемся с ним в правах. Вы знаете, если в таком шутливом научно-фантастическом жанре рассказывать это, то я бы сказала, что да. И даже я бы и в серьезном смысле сказала, что да. Мы не... Конечно, вы правильно начали эту фразу, а именно неизвестно, кто зашил туда эти гены. И по какому праву, и по какому плану. И по какому плану, и насколько мы рассчитаны. Потому что, если представить себе, что человечество... Ну, это мы фантазируем. Это рассказ для детей. Но он для детей, это для детей, но он не бессмысленный. Потому что, если все-таки представить себе, что человечество не накроется медным тазом вместе со всей планетой, а все-таки планеты начнет не хватать, и придется куда-то улетать. И тогда придется жить в совершенно других условиях, с другой атмосферой, с другой гравитацией, с другим всем, с другой акустической средой, если будет акустическая среда, зрительная, или, может, я не знаю, запахом надо будет только пользоваться. Мы же не знаем, куда это дело-то пойдет. Если это так, то тогда, конечно, Господь должен, так сказать, каждый раз переделывать. Да, каждый раз переделывать. Это тоже, конечно, очень отдельная, очень интересная тема. Давайте пойдем дальше по вопросам наших слушателей. Итак, откуда рождается мысль, Михаил спрашивает, неужели это выглядит следующим образом? Просто так, откуда-то, из ниоткуда, где-то в центре мозга, вдруг появляются электрические сигналы, уходят куда-то по цепочке других нейронов, или что-то его порождает, если так, что именно? Влияние среды всегда или как? Я так думаю, что если бы мы с вами сейчас ответили на этот вопрос, то мы бы могли через небольшое количество месяцев отправиться в город Стокгольм за Нобелевской премией. Потому что на него ответить, конечно, никто не может. Но если без провокаций, то, да, конечно, влияют внешние. Мы же живем не в вакууме, у нас открыты глаза, у нас открыты уши, кожа, мы получаем массу информации сенсорной из внешнего мира. И, разумеется, это наводит нас ассоциативно, наводит нас на разное. Вот я бы сказала, что на этот вопрос интересно было бы отвечать, но это не я тот человек, который может на него ответить. Есть люди, которым страшно, не повезло, которые рождаются без слуха и без зрения. А, вот, кстати, вопрос. Мыслят ли слепоглухонемые? Они мыслят. И есть институты, которые этим занимаются, есть даже люди, которые диссертации защитили, имея, то есть, еще как мыслят. Но как выглядит... Это просто другая тема, я повторяю, с другим человеком лучше про это говорить и выполненно найти. Да, на югерскольдс, то как должен мыслить человек, который получает информацию только через кожу? У него же, представляете, зрительных образов нету и слуховых нету. Как выглядит его мыслительная деятельность? Что это такое? Мы даже представить себе не можем. Но на эту тему есть исследования, это вообще интересная вещь. Они проводились, может быть, вы слышали, исследования, когда и кожа-то особенно никакой информации не получает. Вот сейчас, наверное, в Москве, какой-то, выходит, я не знаю, существует этот перевод, были такие камеры, эмбрион-камеры, когда вот тебя погружаешься, там абсолютно тебя не слышно. А, это эксперименты, это страшная вещь. И вот что чувствует человек, когда он действительно становится вот в таком состоянии, как эмбрион? Ну, нет, это не похоже на эмбрион, потому что эмбрион, все равно он слышит внешние звуки, биение материнского сердца и так далее. Нет, это другое состояние, он ничего не слышит, он находится в воде, который полностью совпадает по температуре с температурой его кожи, он ничего не видит, не слышит, и кожа не ощущается. И вот в этом состоянии может появляться какая-то некая вот самоосознание, оно может быть как-то по-другому начинает работать? Честно говоря, я считаю, что, ну, это я повторяю, нужно спрашивать человека, который этим занимался, потому что это есть эти... Говорят некоторые люди, выскакиваете из этой камеры в ужасе просто. Я считаю, что человек должен сойти с ума и довольно быстро. Но там ограниченное время, и вроде как говорят, что это вот такой шаг к осознанию себя, ну, это вот... Но это страшное дело. Да, надо аккуратнее, наверное, да, с такими... Я думаю, что это очень опасно. А то я просто хотела попробовать. Фу, думаешь, не надо. Ну, я бы не стала, честно говоря. Хорошо. Ну, разве что, если там на 10 минут. Но за 10 минут вы не успеете еще в этот ужас впасть, я думаю. Говорят, там пугаются прям быстро. Ну, видимо, тоже там от уровня... Нет, ну, это страшная вещь. Это как бы... Ну, это смерть в некотором смысле. Ну, мы не знаем, что такое смерти, мы не знаем, что там будет потом. Вот. Но если... Так, атеистически, боже упаси, то вот оно. В первом приближении. Далее в программе. Это черные ящики все. Ну, разве нам это ответит на вопрос о том, что он думает, если вообще слово думает применимо? Нет, не ответит. Понимаете, здесь есть провал. Провал. Татьяна Черниговская, нейролингвист, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор филологических и биологических наук. В первом приближении ведущая программы Елена Лихачева. Давайте следующий вопрос. Мне тут он очень нравился. А, цитата из доктора физико-математических наук Георгия Малинецкого. Если физические законы не действуют в психологии, например, вопреки второму закону, как термодинамики, цель жизни и не смерть, как ошибочно считал Фрейд, то какие действуют законы все же, кто в мозге является носителем наиболее общих моделей реальности или культуры? Нейронная сеть или отдельный нейрон? Предположим, это уже продолжает слушатель, мысль, противоречащая нравственному императиву, не может выжить в человеческой нейронной сети. Ну, во-первых, она, к сожалению, выживает. Еще как успешно. Да, она очень успешно выживает, о чем свидетельствует, увы, вся история человечества и лучше не становится, потому что мы видим кошмарные преступления. Почему? Кстати, говорит там, не человек, а зверь. Вы можете мне привести пример? Хоть одного зверя любого ранга, кроме людей, которые мучают своих соплеменников или мучают даже своих врагов, издеваются над ними. Ну, нет таких примеров. Понимаете, съесть, это другой вопрос. Но есть, это пищевая цепочка. Ну, к сожалению, жизнь так устроена, что для того, чтобы выжить, одни вот едят других. Ну, чтобы это были издевательства, мучения там какие-то, это же нет, это только люди делают. Поэтому с нравственным императивом, к сожалению, и звездным небом, к сожалению, вот Кант должен очень огорчаться, глядя на все это. Поэтому, но там были еще другие вопросы насчет отдельное... Нейронная сеть или нейрон. Вот. Я считаю, что не отдельный нейрон, а что нейронная сеть. Но есть работы, которые говорят о очень высокой специализации отдельных нейронов и об их способности к тому, что вообще-то говоря, можно назвать серьезной когнитивной деятельностью. Мне кажется, что это ошибки. Потому что есть, например, такой исследователь, Кверога его зовут, ну, западный, вот, который показывает отдельные нейроны, реагирующие на, я не знаю, Холли Берри, там, на определенную актрису. Причем, больше всего меня... Он серьезный ученый, между прочим. Больше всего меня... Ты сначала не сообразила Холли Берри, что, а, так, все, нейроны. Понимаете, отдельный нейрон. Вот что меня расстраивает в этой истории. Потому что этот нейрон, он, ее узнает по портретам, так сказать, независимо от того, она в шляпке, без шляпки, там, с косичками или там, без косичек, улыбается или не улыбается. Вот. Но если это, не дай бог, все так, то тогда, вот как я, опять же, провокационно вопрос ставлю, тогда я хочу понять, что делают остальные 150 миллиардов бездельников. Можем. В этот момент, когда он видит фотографию... Нет, понимаете, есть, не только в этот момент, а вообще, что они там делают. Потому что, если отдельный нейрон способен производить то, что я сейчас сказала, это значит, он способен выделять фигуру из фона, выделять релевантные признаки, вот нерелевантные, существенные... то есть, несмотря на косички, это тем не менее она. Понимаете, он до... Получается, что он делает психическую работу высокого ранга, которую может сделать только целиком организм. Если это так, то тогда мы вообще ничего не понимаем из того, что в мозге происходит. это, кстати, тоже отсылка зрения тракта, там одна часть целого равна по своим способностям и характеристикам целому и наоборот. Да, это голографическая идея. Между прочим, она у целого ряда учёных, например, у Прибрама, была насчёт того, что мозг — это голографическая конструкция, когда любой кусочек равен всему. Фокус в том, что говорить-то правильно, Прибрам — великий учёный, но это же доказать всё надо, это очень трудно доказать. Обычная метафора тут есть вот какая. Обычно говорят, сравнивают с социальными насекомыми. Ну, например, говорят, отдельный муравей ничего сам не понимает, не знает, не умеет, а вместе они вон что вытворяют, что они строят, какая у них сложная социальная организация. Вот и с нейронами так же. Это прямо чуть ли не для учебника. Что отдельный нейрон ничего не знает, а зато вся сеть такое делает, что только держись. Ну, понимаете, вот если мы к этим муравьям, например, обратимся, то там очень много вообще-то таких жутковатых вещей. Ну, например, то, что общеизвестно, что одни муравьи там строители, другие, я не знаю, рабочие, третьи охраняют. жёсткая иерархия. Жёсткая иерархия и полагалась раньше про это говорить. Это инстинкт, инстинкт. Во-первых, теперь инстинкт это такое запретное слово, там серьёзные учёные его не употребляют, потому что неизвестно, что это значит. Но инстинкт всего живого, в частности, выжить, ну, всё-таки, так сказать, вот инстинкт выживания присутствует. Как тогда объяснить насекомых камикадзе. И у них инстинкт выживания не самой особи, а биологического вида. Да, вот я хочу знать, где это зашито. Это вот к вопросу о том, кто кому задаёт вопросы, мы слушатели, мы слушатели нам. Вы представляете себе размер и сложность мозга муравья? То есть, ну, понятно, что невысокого. И размер минимальный, да, булавочная головка. И уж, конечно, никакой особой сложности нет. Кто это так решает-то? Где и кто это решил? Это решает сообщество муравьёв? Ну, хорошо, я согласна, сообщество муравьёв. А как это реально происходит? Вот как это вот они решили, что мы будем, мы все вместе, то есть, компанией, будем защищать свой муравейник. А ты, Вася, должен сделать следующее. Ты должен притвориться, как будто ты мёртвый. Ложись, лапы вверх. Вот, враги-то сейчас придут, тебя возьмут. И потащат к себе в соседний муравейник, для того, чтобы тебя потом съесть. Ты некоторое время там полежишь, ты будешь их запас, провизия. Притворяйся, придуривайся, что мёртвый. Они тебя туда принесут, ты лежи некоторое время. Когда их там побольше соберётся, ты взрывайся вместе с муравейником. Это я реальные вещи рассказываю вам. А как он взрывается? А он что-то у него в животе там срабатывает, химическое, не знаю. И бабах, и муравейника нет. А другие наиболее подлые резиденты, они туда идут как бы в плен. Вот. И они там начинают переодеваться в чужие одежды. Феромонами разными пропитываются, химией, короче говоря, соседей. То есть, не соседей, а врагов. Куда они попали в качестве шпионов. Они как бы переодеваются в чужие одежды. Те их начинают воспринимать как своих. А эти, меж тем, начинают там жить, плодиться, и получается, что они завоёвывают ту территорию. Ну, а теперь расскажите. Это же Шекспир просто. Шекспир. Отдыхает просто. Я же про то и говорю. Это к вопросу о том, люблю ли я клетку. И клетку люблю, и муравьишку люблю. Потому что это же что происходит. То есть, мы просто мало знаем. Тут, конечно, вы же знаете, какая опасность есть? Тут есть опасность антропоцентрического подхода. То есть, мы вкладываем, вот то, как я сейчас рассказала, это в чистом виде Шекспир был, но это мы вкладываем как бы своё сознание, извините за грубое слово, в чужие головы. То есть, мы описываем их ситуацию на наш лад. Мы её переводим на свой во всех смыслах язык. На самом деле, может быть, это было совсем с другой стороны. А может быть, это вообще другое происходит. Но у нас нет способа узнать. И никогда не будет, я хочу заметить, узнать, что в голове. Не в смысле нейрофизиологически. Можно голову разрезать на части, можно в электронный микроскоп посмотреть, можно даже посмотреть, что в живой голове происходит, но это не ответит нам на вопрос о том, что он думает, если думает, и как вообще устроена-то вся эта жизнь. Понимаете, это закрытое... Подождите, но тогда, может быть, мы вот в этой системе копаемся-копаемся, но мы не понимаем, потому что мы в рамках вот этой системы. Может быть, за вот этой системой, за рамками этой системы существует ещё некая надстройка, не знаю, там называли по-разному, в том числе и в наших программах, как то есть супермозг, там, ноосфера, там, да, некие там пульт управления, в котором как раз и принимаются все решения, и там как раз и состроили вот эти все алгоритмы. Мы же просто следующее звено, но никак не первое, и мы только себя тешим вот этими мыслями. Может быть и так. Я понимаю, что учёный не должен так ответить, как я сейчас ответила, но... У них что учёные даже в наших программах брали на себя смелость ответить так. Причём, мы, кстати, говорили, вот я не помню, по-моему, с тем же знаменом говорили о том, что иногда учёные уже, когда, знаете, им там под 80, да когда у них репутация уже настолько сложилась, что тогда начинают позволять... Не бояться сказать. Позволять себе, да, озвучить те самые мысли, которые стоили в твоих много лет назад. Ну, не знаю. Ну да, 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 нет. Что здесь скажешь? Понимаете, вот я, скажем, когда со студентами разговариваю на аналогичные темы, я говорю, вот все интересуются там, как мы будем общаться с инопланетянами. Вот они к нам приедут, как мы с ними будем общаться? Никак мы с ними не будем общаться. Отвечаю, никак. Потому что в случае только какой-то фантастической удачи у них окажутся, например, глаза. Не факт, что у них есть глаза. Не факт, что у них есть что-то, что воспринимает акустику. Никто не сказал, какой тип мозга у них. Никто не сказал, какая у них есть коммуникация или нет. То есть мы им можем посылать таблички, понимаете, на которых там те самые сонаты или там изображение человеческого тела, монолизм. Чем они смотреть собираются на эту монолизу? Понимаете? Но даже дело не только. Это вот я сейчас сенсорную часть покрыла. А мы же должны разделять общий мир для того, чтобы мы могли разговаривать. Предлагаю, студентам предлагаю, также радиослушателям готовы предложить. Кот есть у вас? Есть. Или любой другой, я не знаю, канарейка. Ну какой есть способ влезть в сознание кота? Вот он смотрит на вас и что-то у него там происходит. Ведь нет никакого способа до него добраться. Вы можете только вашу трактовку. Какой-то он грустный, да? Или наоборот что-то он развеселился. Ну это вы про него сказали. Может категория грусти и весель вообще в его сознании не существует? У него вообще другое. там это черные ящики все. И нет способа, понимаете, от того, что мы обратимся, условно говоря, к нам и будем, в смысле, к ученым, и будем говорить, а вот мы сейчас просветим ему этот мозг, там бог знает чем. Ну что мы получим-то? Мы получим 800 тысяч кривых разных импульсов, таких-сяких, картинок 500, которые будут говорить о том, что там действительно электрическое происходит или химическое происходит. Ну разве нам это ответит на вопрос о том, что он думает, если вообще слово думает применимо. Нет, не ответит. Понимаете, здесь есть провал. Провал. Не влезь, нет щупа никакого, с помощью которых, которого мы могли бы туда влезть. В первом приближении. У нас огромные пласты психики, которые связаны с интуицией, с каким-то предвидением, с чувствованием, там, унюхал, то, что называется. надо делать так, а так. Объяснений нету, не знаю почему, но вот надо так делать. Это что? Про это мы в научном смысле очень мало знаем. Это, может быть, тоже какая-то вычислительная вещь, но это какой-то такой тип математики, про которую мы не знаем вообще ничего. В общем, это мутные вещи. Ничего мы не знаем про себя, все спокойны. Как вы думаете, мы счастливы станем, если мы узнаем? Ой, я бы, вот если бы мне, например, предложили там, вот хочешь узнать, я бы, наверное, остригала. Ведь не знаешь, чего узнаешь, понимаете? Неприятно оказаться в чашке Петри, да? Значит, лежишь ты в чашке Петри, и там еще лежит вселенная, да? А оттуда наблюдают, и там думают, как мы повернем-ка сейчас эти амебы. А они думают о них слабо доволи, да? Там Шекспир, то все, сейчас. Ну, это так, это дурацкие шутки, но я имею в виду, что, может, лучше и не знать? В первом приближении сегодня в программе Татьяна Черниковская, нейролингвист, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор филологических и биологических наук. В первом приближении ведущая программы Елена Лихачева. Насчет того, что лучше не знать, и многие знания многие беды, ну, думаю, что в устах Татьяны Владимировны это скорее такая фигура речи, что ли. Ее-то тяга к познанию невероятно и непреодолима, и совершенно созвучно слогану нашей программы «Любопытство не порог, а думать никогда не поздно». Ну, на этом мы и завершим программу в первом приближении. С вами была Елена Лихачева. В любом случае, услышимся, и все-таки не забывайте, любопытство не порог, а думать никогда не поздно. ни с чем. Так, я не знаю, как туда зайти. так вот 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 здесь одну минутку но вот 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 нет 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 Нет, это не то. Нет, не то. Ха-ха-ха. 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 Угу. Так, кто-то сверху. Хоп-хоп. Попустим, я уже. Вот оно. Вот, я же сказал, что это слишком быстро. Ну, это вообще скатка. Ладно, мы не будем искать этот ящик. Ну, мы не можем. Давайте. Что-то прижало. Что-то приезжало. Поехали. Начинка. Поехали. Возьми. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.